Я поговорю о принципах построения алгоритма по определению функциональной оперативности тракальной хирургии одного из серьезных направлений в онкохирургии, касающихся резекции легких. Вы знаете, я начну с первого слайда, потому что, по моему великому мнению, сам Бог велел Петру Первому создать здесь город, чтобы в последующем, каждое лето, наблюдать и любоваться вот этим великолепным явлением природы Белой ночи в Санкт-Петербурге. И очень приятно, что эта конференция так и называется – «Золото белых ночей». Ну, если рассматривать современную тракальную хирургию, конечно, это огромная специальность, огромное направление с различными разветвлениями. И вот недавно по глюкованному методическому нами пособию мы позволили себе дать такую классификацию современной тракальной хирургии, где, конечно, резекция эрекционной хирургии легких, резекция легких занимает первостепенное значение. И надо сказать, что в этом направлении уже давно ведется работа и отработаны алгоритмы построения допустимости больных к оперативным вмешательствам. Цель моего сегодняшнего доклада является то, что раскрыть принципы построения алгоритма по определению функциональной операбельности в тракальной хирургии при резекциях легких, при онкологических заболеваниях. Ну, такой общий смысловой слайд, конечно, имеется в виду клиницист, не только анастезиолог-реаниматолог, но и любой клиницист, заинтересованный в лечении больного, имеет, естественно, три цели в предоперационной оценке пациента. Прежде всего, это операционно определить риск осложнений, снизить риск операционных осложнений и устранить факторы риска у пациентов с риском осложнений в послеоперационном периоде. Ну, что же представляют из себя факторы риска операционного? Это вообще сочетание нескольких факторов. Прежде всего, это, конечно, функциональное состояние пациента. Это физиологические расстройства, которые вызывают хирургическое инвазивное вмешательство. Безусловно, это мастерство и опыт оператора, но, с другой стороны, это мастерство и опыт анестезиолога, включая выбор анестезиологического метода проведения анестезии, о чем упоминал уже Владимир Анатольевич в своем докладе. Основанное на знаниях современных методов анестезии, действий анестетиков, их побочных и благоприятных эффектов, таких, как упоминался, например, эффект у пропофола. А также организация службы физиологической поддержки в переоперационном периоде, что включает переоперационную оптимизацию, интенсивную терапию. На самом деле, это имеет огромное значение в подготовке больных, когда мы можем, подключая сегодняшних врачей по реабилитологам, подключая их к подготовке пациента, значительно улучшить послеоперационное течение пациентов и снизить количество осложнений. Сегодняшние международные рекомендации признают центральную роль анестезиологов в предоперационной оценке. В том смысле, что анестезиолог дополнительно при контакте с больным он может выявить пациентов, которым требуется предоперационная оценка команды интегрированных междисциплинарных специалистов, включая и самих анестезиологов-ренематологов, кардиологов, хирургов и при необходимости расширенной группы терапевтов, пульмонологов и гириартеры. Опять-таки, об этом упоминал сегодня Владимир Анатольевич в начале своего доклада, когда анестезиолог вдруг могут вызвать, выявить при первичном разговоре с пациентом какие-то новые обстоятельства, которые не обращали ранее, но которые могут иметь решающее значение в подготовке пациента и проведении анестезии. Ну, конечно, вы прекрасно знаете вот эту современную, но не современную классификацию, а классификацию АСА, которая принята сегодня во всем мире функционального состояния пациента перед операцией. История развития этой классификации началась в 1941 году. Я подробности истории, конечно, рассказывать не буду. Посмотрите, она прошла ряд этапов, проходила достаточно много времени при переосмыслении классификации. И сегодня вы пользуетесь современной обновленной классификацией, которая была принята в 2014 году, которая предусматривает наличие шести функциональных классов, к которым мы можем отнести пациента. Конечно, мы в плановой хирургии редко работаем с пациентом пятого класса по АСА, и уж совсем не работаем в онкохирургии с пациентом шестого класса по АСА. Но первые три-четыре класса, особенно третий-четвертый класс, это почти стандарт нашей работы. И, в общем, по перечисленным примерам вы видите, что это требует глубокого осмысления, на каком уровне находится пациент, в смысле подготовки к операции, и насколько выражены проявления у него сопутствующей патологии. В связи с внедрением малоинвазивной технологии, эндоскопической технологии, проведения торакоскопических операций, стало казаться, что это облегчает течение не только переоперационного периода, но и упрощает, что ли, проведение анестезии, хотя это не так. И казалось, что введение малоинвазивных технологий улучшает исходы послеоперационного лечения, в том смысле, что уменьшает количество осложнений, и как бы размываются грани между вот этой классификацией пациента по АСА. И наши зарубежные коллеги немецкие сделали специальную работу, касающуюся торакальной хирургии, относительно того, насколько актуально деление пациентов по классу АСА, и насколько это влияет на развитие осложнений. И они пришли к такому выводу, что текущий алгоритм функциональной оценки также применим к резекции легких с помощью торкоскопического подхода. Классификация АСА функционального статуса пациента является легко оцениваемым фактором, способна прогнозировать серьезные осложнения после торкоскопической логатомии пациентов, правильно подобранных в соответствии с действующим руководством. Рекомендуется включать эту классификацию в существующий алгоритм для более точной стратификации риска. Основными рисками в торакальной хирургии принято считать, что это действительно так, являются респираторные осложнения и осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы. Я не буду перечислять их. Я думаю, что те, кто о нас слышит, и сейчас мы вместе обсуждаем эту проблему, их знают. Но и также вы знаете, что примерно они делятся поровну и проявляются с частотой от 10 до 15% как респираторные, так и сердечно-сосудистые осложнения, приводя к общей летальности в торакальной хирургии, в общем, для всех видов операций, торакальных от 2 до 3%. В 2016 году Всемирная федерация анастолиологов-реаниматологов создала специальный бюллетень, согласно которому предикторами предоперационного риска является эта многофакторная система, и поэтому в этой многофакторной системе должны, конечно, использовать специальные системы выявления рисков. И эти системы прогнозирования используют множество специфические для пациента переменные и математические модели, откалиброванные по большим наборам данных, чтобы обеспечить количество оценку рисков. Но понимаете, какая вещь? При том, что разработано сегодня достаточно много серьезных моделей по стратификации риска, подчеркивается, что, конечно, они позволяют более точно прогнозировать риски и выявить пациентов с высоким риском, но стратификация риска должна регулярно документироваться для пациентов, особенно с высоким риском. А с другой стороны, получается так, что эти разработанные модели на большом массиве пациентов не позволяют ни один из этих инструментов, не позволяют им отвечать всем характеристикам идеальной системы оценки и должны использовать с учетом их, конечно, ограничений. Но с другой стороны, совершенно четко выявлены риски для развития сердечно-сосудистых осложнений и четко выявлены факторы риска от дыхательной недостаточности в послеоперационном периоде. И, как вы видите, таракальные операции и таракальные операции являются серьезным сами по себе риском при развитии в послеоперационном и интероперационном периоде развития вот этих основных серьезных осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы и развития дыхательной недостаточности. Я представляю здесь 15 основных вот этих вот систем, которые сегодняшнему моменту разработаны и широко внедрены в клиническую практику для стратификации риска перед операцией, которые касаются именно таракальной хирургии, потому что много систем находятся за рамками этой таблицы и предназначены для стратификации риска в других областях хирургии. И обратите внимание, что далеко не во всех этих системах используется то, о чем я говорил ранее, стратификация риска по классификации АСА. Но наиболее серьезной такой разработанной системой является система Торакоскор. В ней используется несколько переменных основных, которые позволяют выявить риски развития внутрибольничной смерти как крайнюю степень развития осложнений после операций таракальных. И я здесь разделил, так сказать, подсчет баллов и конечные точки развития смерти как крайней степени осложнений для мужчин и женщин. Вот видите, здесь на этом слайде представлены конечные точки расчета. Они рассчитываются по специальной формуле. На самом деле у меня есть ссылка. Очень легко найти, так сказать, эту систему французскую в интернете. Что самое интересное, она отражена не на сайте Французского общества Торакальных хирургов, а именно на французском сайте Общества анестезиологов анестезиологии и реаниматологии. Очень легко и просто с ней работать. И вы видите, что при минимальном значении факторов риска набора, при плановой лобоктомии, ну, летальность достаточно незначительная, всего 0,11% у женщин. И при выполнении срочной операции, такого же объема, кроме пневмоноктомии, небольшого, ограниченного объема операций, риски точно также небольшие, они срочность операции повышают их до 0,19%. Но если вы взглянете на более серьезную операцию пневмоноктомии и максимальный набор рисков и возраст, и, так сказать, высокий класс по классификации АСА, и не очень хорошее самочувствие больное, наличие отдышки, то увидите, что в десятки раз повышается вероятность летального исхода. То же самое касается и, так сказать, расчетов для лиц мужского пола. Хотя вы видите, для лиц мужского пола риски в два раза выше, даже при небольшом наборе, так сказать, благоприятных, скажем так, переменных. И эти риски нивелируются между мужчинами и женщинами при наличии значительной сопутствующей патологии, при тяжелом состоянии больного перед операцией, но и, конечно, они еще больше увеличиваются при проведении срочной операции. Я дал сравнительную оценку нескольких трех распространенных шкал, которые используются в таракальной хирургии сегодня. Таракоскор, она имеет такое общеевропейское значение. Как вы знаете, англичане, они даже вышли из Евросоюза, и поэтому они, знаете, хотят, чтобы у них было все свое, и поэтому у них распространена система POSUM. Но в системе POSUM сегодня на смену приходит система SORT, поскольку она более продвинутая система и учитывает большее влияние на исходы и эндоскопических операций, и видеотаракоскопических техник. И более того, есть небольшой недостаток в системе POSUM, потому что она заполняется не перед операцией, а сразу после операции, поскольку эта система учитывает факт кровопотери. Поэтому риски внутрибольничной смерти и риски осложнений у них могут быть несколько выше, чем по другим системам, поскольку, как вы понимаете, сам фактор интероперационной кровопотери это серьезное воздействие на организм и на возможность развития этих осложнений. Предыдущий слайд показывал исходное состояние пациента со средними такими показателями. На данном слайде я вам представляю сравнение расчета исходов по этой системе, когда выполняется более серьезная операция в виде пневмоноктомии, и вы видите, конечно, резкое увеличение рисков, хотя бы рассчитанные по торкоскор, но, естественно, по системе POSUM тоже эти риски возрастают. Надо вам сказать, что кто занимается торакальной анестезиологией, тот, конечно, знакомый с этими системами и легко находит, как рассчитать это в интернете, потому что никакой сложности этого не представляет, и нормально работающие торакальные отделения могут выиграть для себя ту или иную систему для того, чтобы включить их в систему оценки пациента перед операцией и фиксировать эти данные в истории болезни. Мы, например, выбрали для себя в Первом медицинском институте использование системы торакоскор. Совсем недавно европейские анестезиологи указывают на то, что наравне с этими системами можно использовать американскую систему, которая называется «Национальная программа по улучшению исходов хирургических вмешательств». Она создана американской коллегией хирургов, и история ее развития началась в 1991 году, и разработка этой системы закончилась... Достаточно много времени потребовалось на разработку этой системы. Закончилась она в 1999 году, когда уже стали публиковаться первые данные. Сегодня она широко используется и предлагается, в общем-то, тоже в интернете, для широкого использования любому пользователю, который хочет точно представлять, с какими осложнениями может столкнуться лечащие врачи при хирургическом лечении пациентов. Конечно, она не привязана только к торакальной хирургии. Сюда включаются 1500, если я не ошибаюсь, 1556 оперативных вмешательств. Она очень жестко принята на территории всех Соединенных Штатов. И заполнение ее выглядит таким образом, что оценивается по меньшей мере 21 фактор, который может способствовать неблагоприятному исходу после операции и развитию осложнений. Заполняется она перед началом операции, и выглядит это вот таким вот образом. Вот это вот, я вам показываю слайд, как выглядит эта система оценка перед проведением лобоктомии, и как увеличиваются риски, если планируется пневмон-эктомия. Но, конечно, всегда стал вопрос о точном прогнозировании риска. В 1983 году профессор Генсберг впервые заговорил о том, что надо более точно исследовать физиологические показатели пациентов, включая сперметрию, показатели газообмена и оценки физической нагрузки для вырва подходящих кандидатов к операции. Вот так вот выглядит сегодняшний набор исследований физиологических показателей, сперметрические показатели. Это показатели диффузионной способности легких, нелабораторное и лабораторное кардиораспираторное тестирование. Конечно, исходно, исторически, эмпирически выведено было о том, что такой показатель, как объем форсированного выдоха за первую минуту, больше, чем 1,5 литра, позволяет допускать пациента к лобоктомии, а объем форсированного выдоха измеренный больше, чем 2 литра в абсолютном значении к пневмоноктомии. Но, понимаете, какая вещь? Вот эти измеренные показатели сперметрические не учитывают пол, возраст пациента, тромпетрические данные, функциональное состояние легочной ткани, подлежащие резекции, а также не учитывают кровоток. Существуют специальные ориентировочные данные для того, чтобы отнести пациента к тому или иному степени тяжести перед операцией по риску возникновения осложнений. И существуют специально скорректированные формулы, которые позволяют более точно использовать эти показатели сперметрические. Диффузионная способность легких начала внедряться для оценки пациентов пациентов перед операцией значительно раньше, чем показатели ОФВ-1, начиная с 1963 года. Это достаточно точный показатель. Но оказывается, что расчетные значения этого показателя могут быть, так сказать, на них могут влиять и неудивантная терапия, которая проводится у пациентов перед операцией, что может, так сказать, ухудшать прогноз заболевания. И несмотря на то, что все-таки оценка риска по этой системе и с помощью этого показателя является достаточно удобным инструментом, но далеко не во всех клиниках она используется, потому что существуют ограничения в использовании из-за трудоемкости и стоимости обследования. И надо сказать, что отдельно взятые эти показатели, они, конечно, могут быть малоинформативными. И поэтому для системы более точной оценки взят более глобальный показатель взаимодействия как респираторной, так и вентиляционной системы. И это показатели являются показателем пикового или максимального поглощения кислорода. Они часто используются как синонимы, просто разница заключается в том, что с помощью какого тестирования достигнут значения этого показателя в конкрементном тесте. То есть, например, или это трендмил, или это велоэрогеометрия. Ну и, конечно, есть ориентиры определенные относительно максимального потребления кислорода. Это те используемые тесты, лестничный тест и шестиминутный тест с ходьбой в ветере, обозначенные результаты допустимости пациентов к операции. Если больной проходит 400 метров и поднимается более чем на 22 метра, то максимальное потребление кислорода этого пациента составляет примерно 15 миллилитров на килограмм в минуту, что является совершенно благоприятным прогнозом для переоперационного ведения пациента. Но надо сказать, что эти тесты все-таки требуют уточнений, и обычно при этом измеряется артериальное давление до и после теста, частота сердечных сокращений. А самое главное, необходимо измерять пульсоксиметрию, поскольку даже при нормальном прохождении теста снижение сатурации кислорода на периферии больше, чем на 4%, является неблагоприятным фактором относительно функциональной операбельности. Другое ограничение нелабораторного кардиораспиратурного тестирования заключается в том, что на основании этого тестирования максимального потребления кислорода нельзя рассчитать послеоперационные прогнозируемые значения потребления кислорода, что является одним из решающих факторов в решении вопроса о функциональной операбельности. Ну и вот я представляю, как используются данные лабораторного кардиораспиратурного тестирования и какое они имеют огромное значение относительно прогноза послеоперационного периода. И выводы этой работы таковы, что полученные данные обеспечивают многоцентровую валидацию использования этого показателя максимального потребления кислорода для предоперационной оценки пациентов с раком легкого. Однако авторы поощряют, это американцы, агрессивный подход при оценке этих пациентов для операции, чтобы они имели шанс излечиться от рака легкого даже при низких показателях. И многие хирурги говорят о том, ну да, низкие показатели, но больной-то страдает тяжелым заболеванием онкологическим, и надо дать ему шанс, есть ли резектабельная опухоль. Да, действительно была проведена работа, а можно ли это делать? И действительно оказалось, в действительности оказалось то, что если у пациента максимальное потребление кислорода в результате оценки этого показателя ниже, чем 10 мл на килограмм в минуту существует перед операцией, то практически все такие пациенты погибают или имеют тяжелейшие осложнения, которые проявляются в послеоперационном периоде. Вставит вопрос, а кто должен выполнять эти сложнейшие исследования? Вообще это непростое исследование, исследование длится около часа, и это должны выполнять специально подготовленные специалисты, и по результатам такого широкомасштабного исследования в Англии оказалось, что большинство этих исследований выполняют анестезиологи, как самые заинтересованные специалисты, хотя могут выполнять и другие врачи. Вы знаете, что если у нас крупное медицинское учреждение, в этом медицинском учреждении создан центр анестезиологии и реанимации, там существует 4,75 ставки врачей-функционалистов, и поэтому, конечно, развивать эту технологию необходимо, особенно в крупных клиниках. Мы говорим о том, что существуют риски со стороны дыхательной системы, респираторной системы, но не менее важны выявить риски со стороны сердечно-сосудистой системы. Обычные системы пули выявления кардиального риска перед операцией оказалось, что не очень хорошо срабатывают в плане прогнозирования сердечно-сосудистых осложнений, и была создана специальная пересмотрена система кардиального риска для теракальной хирургии, которая представлена здесь. И вы видите, что если небольшой набор факторов, и если посчитать легко баллы, то можно выделить пациентов в 4 группы в соответствии с возможными рисками осложнений, и, соответственно, готовить пациента к операции на основании результатов осмотра пациента, текущего рассмотрения ЭКГ, анамнеза, расчет риска по Таркоскор, определить, насколько выражена у них сопутствующая патология со стороны сердечно-сосудистой системы, или нет ли вновь выявлено какого-то сердечно-сосудистого заболевания, исключить по кардиораспираторному тестированию и другим обследованиям больного наличие респираторных факторов, которые могут как бы маскировать сердечно-сосудистую патологию, и если выявляется, что у пациента имеется достаточно выраженное явление со стороны сердечно-сосудистой системы, то, соответственно, проведение терапии, дальнейшее контрольное исследование и решение вопроса о допустимости пациента к операции. Вот так вот выглядит сегодня обновленный алгоритм оценки функциональной операбельности пациентов при планировании резекции лёгких. Вы видите, что на основании тех тестов, которые я вам перечислил, выделяются три группы риска пациентов с низким риском, средним риском и высоким риском. И, конечно, в зависимости от этого выбирается определенная тактика со стороны хирургов и выбирается определенная тактика со стороны анестезиологов. Совместно они решают вопросы о усилении предоперационной подготовки, чтобы снизить риски в дальнейшем переоперационном периоде. Владимир Анатольевич указывал на то, что анестезиологические технологии влияют на риски развития осложнений переоперационных. И это действительно так. Это независимое воздействие на организм пациента, который оперирует строкальной хирургией. И наши коллеги говорят о том, что потенциально ключевое вмешательство, которое могут снизить риск развития осложнений, может и являться проведение продуктивной искусственной вентиляции лёгких, оптимизация инфузионной терапии, использование региональных методов обезвольнения, бессистемных аналогетиков, и ранняя активация больных. Но надо учитывать индивидуальный профиль пациента, потому что максимальное потребление кислорода является не единственным критерием функциональной операбельности. Есть всегда в таракальной хирургии факторы риска развития. Это специфическое такое даже осложнение для таракальной хирургии фибрилляции предсердий. И существуют определенные предикторы его развития. Это преизоляционные пароксизмы фибрилляции предсердий, пожилой возраст и старческий возраст, мужской пол, наличие ишемической болезни сердца или застойной сердечной недостаточности. Ну и позвольте сделать некое заключение по тому, что я говорил. Я хочу сказать о том, что существующие прогностические шкалы и модели периперационного риска для таракальной хирургии не всегда включают показатели, полноценно отражающие функциональное состояние пациента и дополняются алгоритмами. В ряде случаев требуется корректировка значений показателей, включенных в алгоритмы, для усиления их информативности. Врач, анестезиолог, ренематолог действует в рамках окончательного решения алгоритма допустимости выполнения операции. Мы все-таки идем за больным и его договоренностью между больным и хирургом относительно возможности операции. И поэтому их прогнозы хирургические и их расчеты рассчитаны на долгосрочный прогноз хирургического лечения заболевания. Анализ результатов функционального риска врачом-анестезиологом-ренематологом нацелен на уточнение индивидуального профиля пациента и принятие оптимальных решений по его периперационному ведению. Его роль врача-анестезиолога-ренематолога может стать ключевой, если он ответственный за проведение кардиореспираторного нагрузочного тестирования. Я благодарю всех за внимание. Надеюсь, что мой доклад был полезен особенно тем врачам-анестезиологам-ренематологам, которые работают в области тракальной хирургии. Еще одна фотография, напоминающая нам о том, как иногда торжественно проходят праздники Белых ночей в Санкт-Петербурге. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok